Книга «Открытым оком». 14-й том. Тема монашества. Вопрос 2842. Какое влияние на народ и на заезжих сектантов оказывают наши древние обители, как под Киевом и под Псковом? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Самое отрицательное, если смотреть во свете Библии. Обольщение старцами. Язычество, торжествующее под личиной архитектуры и культуры. Читая отзывы об этих обителях, сектанты могут быть спокойны, ибо они видят, что старцы там не Христа и Библию благовествуют для мира, а надмиваются башнями и закрытостью от мира. В этом мире их нет. Он поставляет новых адептов для еретиков, и обители доживают последние часы, и вся эта рухлядь будет снова под музеи отдана. Сравните проповеди и послания знаменитого старца с посланиями апостола Павла, в проповедях которого имя Иисуса Христа было главным. Деяния апостолов, 17 глава, 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 2 стих. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Любому христианину понятно, что архимандрит-крестьянкин, мертвый духовно, не рожден свыше. Ему закрыто намертво истинное благовестие, и он может только обольщать людей, угождая мирским запросом, упиваясь в дымном надмене мира, ловя их одобрение. Российская кооперация. 10 ноября, 2005 год, страница 4. Частица Вечного. Кавычки открыты. С Псковско-Печерским монастырем тесно связано и имя архимандрита Иоанна Крестьянкина, одного из самых известных и почитаемых сегодня в народе старцев. Проповеди его, простые и ясные, завораживают всех. Вот только небольшой фрагмент одной из них, произнесенный по случаю пятистолетия Псковско-Печерского монастыря. Кавычки открыты. Пристальный и вдумчивый взгляд позволяет усмотреть в этой красоте символическое значение. Крепость с высокими толстыми стенами, суровыми и молчаливыми стражами башнями, зорко охраняет сады с плодовыми деревьями и цветами. Устремленные ввысь купола, весь монастырский мир с золотыми крестами и поющими колоколами. Крепость символизирует монастырскую строгость, недоступность монастыря и каждого инока в отдельности и вообще каждой истинно верующей христианской души для греховного мира, осаждающего и монастырь, иноков и всех верующих со всех сторон. А внутри нас встречают праздничные древние храмы, торжественный перезвон колоколов, умилительное церковное пение. Именно таким, преображенным, милостивым и гостеприимным, раскрывается монастырь для всех, кто приходит сюда с верою, любовью или хотя бы каплей надежды. Приходит с раскрытой душой, без предубеждения. Можно сказать, что монастырь дает нам пример того, как и в собственной жизни каждый из нас должен строить духовную крепость, ограждающую нас от натиска греховной стихии. Крепость, ворота, которые в то же время должны быть всегда открыты для любви и милосердия. Но стоя в размышлении у неприступных пещерских башен, мы усматриваем в них не только символическое значение, но и значение историческое. Без обращения к истории невозможен культурный и духовный рост как отдельного человека, так и общества в целом. А для понимания и знаний исторических, истории исключительное значение имеют памятники старины, пришедших нам из глубин веков, как свидетели былого. Среди же памятников старины нет более ценных и более редких, чем те, где продолжает кипеть жизнь, где чувствуется жизнь, утверждающая преемственность. Памятники, которые являются не только свидетелями давно минувших дней, но и глашатаями вечного, неизменного, нетленного. К таким памятникам и принадлежит Псковско-Печерская обитель. Это не кладбище, не остов, не театральная декорация, не руины, хотя бы и подкрашенные и восстановленные, которые нам так часто приходится видеть. Обитель и поныне продолжает служить тому, для чего она была создана, и во имя чего она существует уже 500 лет. В ней продолжает жить та древняя культурная и духовная традиция, которая не только олицетворяет прошлое нашей страны, но и является частицей вечности. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Второзаконие, 28 глава, 52 стих. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. Исайя, 5 глава, 5 стих. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Притчи, 25 глава, 28 стих. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Исайя, 30 глава, 13 стих. То беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушения настанет внезапно, в одно мгновение. Иезекииль, 13 глава, 14 стих. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. Иезекииль, 26 глава, 9 стих. И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами твои своими. Иоанн крестьянкин слепой и обольщенный, ум его монашеский, и не трудился в распространении благодати Евангелия. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 4, с 14 по 16 стихи. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Здесь только одна поправка, что на лицах монахов лежит еще более плотное покрывало, чем на лицах евреев. Когда эти читают Новый Завет, зовущий к вселенской проповеди и к свидетельству в мире, а не отгораживаться толстыми стенами и бойницами. Нам волю Божию испрашивать дано, пусть нам ее откроет Егова. Дойдет ли звук с небес ко мне на дно, а может только эхо в уши снова? Бог говорит, пророки записали. И Дух Святой те мысли сохранил нам. Сверх сжатым в виде это на скрижалях, внесли на свитки блеклые чернила. План Божий не в инстинктах, вдохновениях, а голосом незримо постучался, как Даниил на дланях и коленях. Не ноги только подогнулись, пальцы. Желания Божии писались на сердцах, огонь в сосудах тленных удержать бы. В помощниках горел, в послушниках писцах, святое слово беспредельно жарко. Перо бежало по телячьей коже, телец служил покровом, то есть крышей. От переводчиков узнаем много позже, про волю Божию, снисшедшую к нам свыше. Дед Авраам был истовый паломник, в шатрах скитался, жертвой утверждаясь. Трапезничает с ангелами, и нам достался ломтик. Благословенные ли жены нам рождают? Но воля Божия Иакова трепала, гоняла голодом в чужбине по Египту. В его колесах сколько было палок, о том сегодня книг и фильмов кипы. Бог распылил народ в песчаной буре, лишь два осколка в Ханаан войдут. Тот опыт пишется теперь на нашей шкуре, свидетели из древности творят над нами суд. В плен Вавилонский надо обнабрести, женить детей, сажать и строить рьяна. Послушных выведет, очистит и простит. Кнут зачехлен, в огне печется пряник. 7 ноября 2005 год. Игнатий Лапкин.